И пусть из-за бортика они едва заметны, на площадке маленькие хоккеисты вовсю хотят походить на своих взрослых кумиров. Только скорости здесь ниже, а периоды короче. Меж тем с появлением крытого катка шансы на спортивный рост у благовещенских мальчишек высоки. Впрочем, соперники тоже не промах. В городе Тында, какая игра сейчас состоится между Благовещенском и Тындой, они тоже тренируются и тренируются в довольно-таки неплохих условиях под крышей. Поэтому я думаю, что игра будет напряженная и интересная. Именно такой она и оказалась. В первом периоде удача была явно на стороне мальчишек из форварда. Не прошло и 10 минут, как в ворота соперников летела первая шайба. А к концу 15 минутки счет удвоился. Объяснения о такой игре маленькие тындинцы не нашли. Мне говорили ошибки, делал. А я взял какие-то. Однако исправить невидимые собственному глазу ошибки ребятам все-таки удалось. Во втором периоде тындинцы размочили счет. Благовещенских болельщиков это явно не устроило. Молодец, забирай шайбу. Быстрее. Однако заветного гола им пришлось дожидаться до конца матча. Третью и последнюю в игре шайбу форварды забили под звуки финальной сирены. Ее автором стал Юра Гончаров. Ну, надо стараться и потом можно будет забить уже гол. Ну, просто мы волновались за это и не смогли забить. Вот только победить в турнире форварду не удалось. Благовещенцам досталась лишь бронза. Первыми же стали ребята из Хабаровска, а вторыми – спортсмены из Февральска. Редактор субтитров А.Семкин